В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Ночью в Одессе произошел пожар на улице Мясоедовской. Загорелось кафе быстрого питания. К счастью, обошлось без жертв. А пожар потушили через полчаса. Эта новость так и осталась бы обычной сводкой, если бы не история о смелости и отваге слесаря водоканала Сергея Ермакова. Очевидец событий сообщила, что мужчина еще до приезда пожарных сумел вынести из огня 4 газовых баллона. Правда, при ближайшем рассмотрении ситуации все оказалось куда как прозаичнее. Подробности в сюжете нашего корреспондента Юлиана Аксенова. Вот этот пост в фейсбуке сделал простого слесаря Инфоксводоканала Сергея Ермакова настоящим героем. Очевидец рассказала, что отважный мужчина четырежды бросился в огонь, чтобы достать газовые баллоны, которые могли взорваться и обрушить старенькую двухэтажку. На следующее утро Сергей принимал заслуженную награду и денежную премию из рук своего руководства. Я сегодня узнал, что произошло такое ЧП, знал, что находится наша машина там, но потом мне доложили, что был наш сотрудник, который очень чутко подошел ко всем этим вещам, не побоялся, пошел, выполнил, я считаю, свой гражданский долг. Сам же Сергей себя героем не считает и рассказал все подробности, из которых следует, что пост очевидца уж слишком эмоционален, а заслуга слесаря несколько преувеличена. Мужчина говорит, что их ремонтная бригада находилась неподалеку, когда прибежал торговец из кафе и попросил помочь вытянуть газовые баллоны. В огонь он зашел всего один раз и вынес один баллон. Остальные вытащили другие люди. Я взял первый баллон, они остались там в заведении. Ну, так, зашел, пламя было такое хорошее, нормальное. Ну, единственное, что плюс, что, ну, этот работник, он успел немножко к выходу подтянуть эти баллоны, он как бы сообразил и, по-моему, закрыл кран. Ну, и за мной вышел, вышел потом уже работник, тоже с баллоном. И еще там парень задержался чуть-чуть. И вынес уже третий баллон, я его не видел, он был немножко обыревший уже. Мужчина говорит, что пожарные на месте оказались очень быстро и его помощь уже не понадобилась. Он благодарен прохожим, которые помогали, а спасение дома от взрыва считает их общей заслугой. В то же время на месте пожара сейчас тихо, кафе не работает, а местные говорят о том, что ущерб невелик. Пол тонкий, и оно огонь прожег, получается, и перекрытие напольное с поднизу. Я успел пожарникам сказать, что здесь есть черный выход, они сразу же рукав сюда кинули, начали проливать уже потолок. Они начали тушить и сбивать, чтобы не начал гореть масляно. Вас залило? Нет, вода не достала, у нас просто пепел, гарь вот этот, и оно начало сбоку со стороны кухни, с заплиты подниматься уже. И они успели вовремя сбить пламя, и оно как бы только закоптило. Вероятно, кафе либо переедет, либо закроется на ремонт. Мы как раз застали процесс погрузки мебели в машину. Не на камеру местные говорят, что особых проблем кафе не доставляло, но не будут противиться его окончательному переезду. Так спокойнее, да и запах фастфуда не будет витать в воздухе. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Служба безопасности Украины не проводила обыски в обл. управлении ГСЧС на Прохоровской и в пожарно-спасательной части на Бунино в прошлую пятницу. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Вадим Шулюк. Он также опроверг информацию об угрозе уничтожения документов, касающихся соблюдения правил пожарной безопасности в сгоревшем доме Освадурово на Троицкой. У нас планово працювало не СБУ, у нас планово працювало Державне бюро розслідувань у супроводі кримінальної прокуратури і національної поліції. Вони працювали на следующий день після пожежі. Вони дивилися плануючи документи, розпорядчи документи про організації і роботи Державного пожежного нагляду. Фактів, щоб у нас якісь документи знищувалися в головному управлінні нема. ГСЧСник добавив, що в последній раз здання коліжа «Экономіки» проверялось 5 років назад, після чого туда не заглядывали в зв'язі з мораторием на проверки. А коли запрет утратив силу, планова проверка сорвалася. Інспектор сломала ребро. Рані в СБУ заявили, що її сотрудники проводили обиски в облуправлінні ГСЧС. Спецслужба якобы получила інформацію, що отдельні руководити відомства пытались унічтожити документи относительно проверок в коледжі. Бездействія спасателей квалифіціровали, як служебну халатність, відкрито уголовне производство. Досудівним розслідованням занимається ГБР. Кроме того, на засіданні комісії по ліквідації последствий пожара на ул. Тройська спасатели назвали основну версию причины трагедії. Возгорання действительно началось с дев'ятого кабинета. По характерным признакам, изъятым с места происшествия предметом, можно предварительно сообщить, что это произошло из-за неисправностей электропроводки либо бытових приборов. В то же время, по данным полиции, родственникам не выдали 11 тел погибших вследствие трагического пожара. Мы на сегодняшний день уже по приметам, по одежде и по внешним признакам всех установили и понимаем, кто эти люди. До конца недели будет, думаю, уже промежуточные молекулярно-генетические экспертизы и где-то со следующей недели мы сможем начать работу с родственниками. И актуальная информация для водителей движения по улице Троицкой от Осипова до Пушкинской откроют только после вывода экспертов о состоянии здания. По словам губернатора Максима Куцева, сейчас готовится заключение спецкомиссии о судьбе сгоревшего памятника архитектуры. Они решат, что с ним делать – консервировать, восстанавливать или демонтировать. Силовики круглосуточно храняют здания, так как внутри проводятся следственные действия. Пожар на Княжеской. Сегодня ночью в подвальном помещении двухэтажного жилого дома загорелся мусор и старая одежда. Здание окутало дымом. Пламя охватило общую площадь 20 квадратных метров. Пожар тушили более 40 спасателей. По данным ГСЧС, в какой-то момент возникла угроза распространения огня на квартиры через деревянные перекрытия. Но, к счастью, обошлось. Ликвидировать возгорание удалось в течение часа погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Полицейская собака вышла на след 38-летнего преступника, который совершил нападение с ножом. Во дворе многоэтажки на улице Академика Вильямса мужчина навеселе зател ссору с 23-летним местным жителем. В разгар конфликта агрессор ударил незнакомца ножом в бедро, что привело к сильному кровотечению. До приезда медиков и госпитализации пострадавшего в первичную помощь ему оказывали патрульные. Подозреваемому полицейских привел служебный пес. Мужчину задержали в одном из кафе неподалеку. Фермеры Одесской области присоединились к своим коллегам из других регионов и провели очередную акцию протеста против открытия рынка земли. Во вторник аграрии перекрыли дороги в 10 областях Украины, в частности десятки сельхозработников вышли на трассу Одесса-Киев возле села Демидовка Любашевского района. Движение по трассе М-05 осложняется еще и тем, что аналогичную акцию там же провели аграрии Черкасской области. В нашем регионе противники земельной реформы также перекрыли трассу Одесса-Рыни в районе села Кернички из Мельского района. Напомню, в ноябре фермеры на полтора часа перекрыли государственную границу с Молдовы недалеко от села Кучурган. В Одессе начала работать скорая коммунальная помощь. В департаменте городского хозяйства верят, что реакция службы на проблемы жилищно-коммунального сектора и вправду будет оперативной. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно позвонить на круглосуточную горячую линию 5101. Коммунальщики обещают, что в течение получаса мастера будут на месте. О времени их прибытия, как и о факте завершения работ, звонившего проинформирует диспетчер. Пока что услугами сервиса смогут воспользоваться только жители домов, находящихся в управлении ЖКСов, Фонтанский и Порто-Франтовский. 23 декабря подключат ЖКС Черемушки. Постепенно услуга станет доступной всем одесситам. Отдельно за нее платить не нужно. Работа скорой коммунальной помощи включена в действующий тариф. В речке выезжают вне зависимости от того, день это либо ночь. Должны быть на месте в течение получаса, не дольше. После того, как эти работы будут выполнены, диспетчер сообщает заявителю о том, что работы выполнены. И, в принципе, он может ознакомиться, и доволен он, либо недоволен выполненной работой. Полмиллиона долларов убытков и минимум 15 ограбленных контейнеров. В Одессе полиция совместно с экспедиторскими фирмами раскрыли преступную схему воровства груза. 13 декабря в районе Евротерминал экспедиторы и полиция остановили фуру с растительным маслом. Но вместо него в емкостях оказалась вода, а вскрытие пломб тщательно замаскировали. Двое сопровождавших груз были доставлены в полицию. Один из них водитель рассказал, что масло сливают в Кировоградской области. В Кировоградской области в селе Данилова Балка было обнаружено место на территории частного дома с семкостями, как оказалось, в которых находится масло. В этом доме жил пожилой мужчина. И, как оказалось, он отец бывшего сотрудника местного отделения полиции. Собеседник, пожелавший скрыть свое лицо, объяснил, что действует преступная группировка, которая вербует водителей и снабжает их поддельными документами. Они, в свою очередь, предлагают услуги по перевозке конкретным компаниям, загружаются на маслозаводе, а по пути в Одессу сливают свой груз. Пустые емкости заполняют водой, подмена раскрывается только в порту страны заказчика. Точную сумму ущерба бизнесмены назвать не могут, но даже приблизительные цифры впечатляют. Это где-то порядка 20-25 тысяч долларов только один контейнер, который наш. До этого у нас было слито 4 контейнера еще. Как бы суммарный, ну вот ущерб наш, это где-то 125 тысяч. И да, мы как бы с коллегами на связи, у них там много тоже этих эпизодов. Сейчас один контейнер уже приплыл в порт, там вода, который возила эта машина. И они сейчас будут писать заявление в полицию. Всего же по подсчетам разных фирм были ограблены 15 контейнеров на сумму полмиллиона долларов. В областной полиции уточнили, что расследованием занят их коллеги из Кировоградской области, где, собственно, и было зафиксировано преступление. Саму же фуру ждет арест. Сейчас она на ответственном хранении экспедиторов. В Одессе презентовали сервис «Емалятка». Услуга позволяет родителям прямо в роддоме получить все документы на младенца. Этот проект позволит каждой семье воспользоваться десятью услугами государства, связанными с рождением ребенка. Достаточно заполнить всего лишь одно электронное заявление. Администратор ЦНАПУ будет расположен в каждом половине будинки Одессы. Будет формировать заявку от одного из родителей. Затем заявление направят в органы регистрации актов гражданского состояния. Там оформят свидетельство о рождении. В государственной фискальной службе малышу присвоят идентификационный номер, а в миграционный внесут данные в единый демографический реестр. Также документы будут использованы для регистрации места проживания ребенка и назначения соцвыплат. Запустить кейс планируют в следующем году. Сейчас решают технические вопросы. Затонувший танкер «Делфи» продолжает оставаться на мели в районе пляжа «Дельфин». Владелец, напомню, обещал убрать судно в течение двух недель. Этот срок истек 16 декабря. В то же время городской профильной комиссии стало известно, что владелец подал запрос о возможности обследовать танкер. Сегодня он дал запрос властям на проведение водолазного обследования объекта и для дальнейшей его эвакуации в порт Николаев. Когда именно уберут танкер, пока неизвестно, еще продолжаются следственные действия. Из-за этого на борт «Делфи» запрещено подниматься экологам и сотрудникам ГСЧС. Соответственно, специалисты не могут установить взрывоопасность объекта и подсчитать экологический ущерб, нанесенный утечкой нефтепродуктов. Без заключения к инспекции убрать судно владелец не имеет права. Тут же вопрос еще стоит в том, об оплате штрафа за загрязнение акватории Одесского залива. И вот здесь у нас сегодня есть определенного рода проблемы, потому что экологическая инспекция до сих пор не подготовила отчета, не подготовила расчетов загрязнения. И это одна из основных таких задач, которые на сегодняшний день не позволяют данное судно снять с мели. Напомню, танкер «Делфи» затонул 22 ноября в районе пляжа «Дельфин». В ходе спасательной операции удалось эвакуировать всех троих членов экипажа. На второй день после аварии концентрация нефтепродуктов в морской воде по данным госэкоинспекции превысила установленную норму в 157 раз. Днем за окном плюс 10, но возле вокзала уже заработал первый в Одессе пункт обогрева. Он предназначен для всех, кому необходима помощь, но традиционно. Особым спросом он пользуется среди бездомных. В этом году волонтеры приобрели автомобиль для их перевозки. Раз в неделю там будет дежурить амбулатория на колесах. Медики будут проверять, не болеют ли подопечные пункта туберкулеза. Пункт обогрева открылся на Куликовом поле. Тут все желающие, а точнее те, кто не имеет постоянного места жительства, могут переночевать, покушать, а также и могут оказать бесплатную медицинскую помощь или отвезти в больницу. Палатка рассчитана на 180 до максимума 200 человек. Она обогревается полностью электроприборами. Также в пункте будет дежурить скорая помощь. Наша уже помощь. Волонтеры будут, медперсонал. Будет минус 15-20 в ближайшее время. Это, конечно, очень опасно для людей, которые не имеют крышу над головой. Мы заблаговременно его открываем. Вы понимаете, что большое количество технических вопросов может быть. Большое количество людей не знают еще об этом. В прошлом году в пункт обогрева обратились почти 6 тысяч людей. Часть из них перенаправили в центр помощи бездомным. 14 человек госпитализировали с открытой формой туберкулеза. Одесситов просят не быть равнодушными. Если на улице вы найдете замерзшего человека, можете звонить по номеру, который видите на своих экранах. Со следующего года в Одесской области заработает автоматизированная система учета фермерских хозяйств. Объем земли, сельхозназначение не важен. В реестр также могут войти небольшие домашние хозяйства, которые имеют менее сотни гектаров. По мнению представителей Минэкономразвития, инструмент будет способствовать созданию прозрачной системы земельных отношений. А взаимодействие между государством и сельскохозяйственными производителями станет более удобным. С помощью аграрного реестра планируют упростить доступ к банковскому финансированию, ввести программы господдержки и оценивать их эффективность. Реальная база данных про тих сельвостоваровиробников, которые работают в аграрном секторе, и наявность у них ресурсов, позволит Министерству, как Центральному органу виконавчої влади, формировать наиболее направление государственной поддержки, в первую очередь для дребных и средних фермерских господарств, и визначать основные направления стратегического развития аграрного сектора. До этого времени мы не имели такой базы, поэтому надеемся, что ее проведение позволит нам найти наиболее форму поддержки. В планах инициаторов проекта создать условия, чтобы агропроизводителю было удобно получать господдержку. Аналог государства в смартфоне, если сервис заработает, и его воспримут в селах и ОТГ. Аграрию не придется ездить в районы или областной центр, чтобы подать заявку. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете. Мы таким чином хотим дать послугу, чтобы эти люди могли самостоятельно регистрироваться в системе, видеть то, как их сейчас бачит держава, то есть какие информации про них местятся в разных регистрах, что есть там помилки, что нет. И таким чином мы будем наголодживать співпрацю с этими людьми, то есть у нас будет возможность прямой коммуникации. Мы будем надавать им уже профильтрованную информацию про те или иные программы поддержки, которые будут надаваться державе в секторе сельскох производства, и предлагать им доложить до этих программ. В Одессе заработали первые елочные базары. Главные торговые площадки на новом рынке и привозе они уже вовсю торгуют новогодними красавицами. Хвойные деревья в основном поступают из лесхозов западноукраинских регионов. Светлана Довжук посетила несколько торговых точек и поинтересовалась стоимостью и легальностью новогодних деревьев. Главный атрибут нового года уже в Одессе. Практически в каждом районе города развернулись елочные базары. Ели, пихты, сосны можно купить любой высоты и любой пышности. Сосен пока что меньше всего, а цены стартуют начиная примерно со 100 гривен. Продавцы говорят, что торговля пока не идет полным ходом. Одесситы не спешат скупать новогодних красавиц. На новом рынке улица Коная почти полностью заставлена соснами, елями и пихтами. Пока прибыли первые партии. Интересуемся стоимостью. Какая ценовая политика? Сколько примерно стоит? У нас 300 и выше идет. А покажите, какая за 300 можно выбрать. Пожалуйста, выбирайте. 450. Это 450? 350, так. Хорошо. А вот, допустим, такая вот высокая? Такой 2 500, есть 3 там. 300 гривен. То, что надо, пышная, гарная, елка, пожалуйста. А от чего зависит цена? Ну, на рост идет у нас. Интересуемся стоимостью новогодней сосны на той же улице. Нам говорят, 500 гривен в потолок. Это если дерево пушистое и высокое. Скромную полутораметровую сосну можно взять за 100-150 гривен. Она не маленькая, конечно. Вот такой 100 гривен можно дать. Ага, это будет за 100 гривен? А если вот я хочу за 500? А вот 500 у меня самый большой. Смотри, вот она. Вот она. Целек дерева почти, понимаете? Это будет 500. При выборе новогоднего дерева стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на легальность его происхождения. Обязательно на каждом дереве должен присутствовать чип, с помощью которого можно узнать, в каком лесничестве была выращена елка. На многих столах и ветвях отсутствуют бирки с индивидуальными номерами, которые свидетельствуют о легальности происхождения елки. Они могут быть двух типов – самоклеенными этикетками или пластмассовыми бирками-стяжками. Продавец говорит, что штрих-коды не цепляют, поскольку они быстро портятся и слетают. Скажите, а почему бирочки не на деревьях? Бумажные дают. Экономят, понимаете? Это пластмасс нет сейчас. Бумажные дают, пожалуйста. А когда продаем, аккуратно наклеим, чтобы не рвался, дождь ждет. Сама пойми. Угу. Вот это у нас бумажка, сердце, вказ, сюда, вот тут, накладной. А это чип идет, видите, вот. Вот, сели рулон. Вот. Можете телефоном снять. Нам показали бирку со специальным штрих-кодом, вбивая номер на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Результаты проверки показывают серию и поставщика. Дерево легальное, но почему бирка не на дереве – вопрос. На следующих двух точках возле привоза картина почти идентичная. Цена новогодних красавиц стартует от 200 гривен. Ёлки, сосны есть, и такие есть. Вот такие вот размеры, вот. Такие рваются, и надо. Примерно сколько она стоит? Ну, 150 до выше. А вот такая вот сколько может стоить? 200 гривен. Такая 200 гривен? 200 гривен, да. Ага, скажите, а где чипы на них? Вот, пожалуйста. Вот. И снова чипы есть не на всех деревьях, хоть они пластиковые, портиться не должны. Покупатели знают, что интересоваться законно ли спилина праздничная сосна или ёлка необходимо. Но, говорят, на выбор этот фактор особо не влияет. Вы знаете, на что стоит обращать внимание при выборе этого бандерса? Ну, по-моему, эти браконьерские. Потому что должна быть печать внизу. Ну, в принципе, да. То есть вы знаете, что на каждой ёлочке должен быть свой сочип? Да, да. Вы так и выбираете, да? Нет. Нет, я так не выбираю. Но мне на самом деле стыдно за мое такое безответственное отношение к этому делу. Ну, не знаю. Я почти нигде не встречаю, чтобы были какие-то печати. И, опять же, если бы это было так страшно, почему наши браконьеры не борются с этим делом? Почему браконьеры в таком огромном количестве стоят? Возле Парка Победы теперь тоже можно приобрести новогодний атрибут. Сначала узнаем цены. Как в прошлом году? От 50 и выше чуть-чуть. Ну, 50 это именно такие вот, да? Вот собранные. 50, 80. А вот именно полноценное дерево. Есть 200 гривен, 250 гривен. Разные. Ну, здесь минимум дерево. Здесь 200, да? А максимум бы того? Максимум есть 300, 400. Разные. Очень разные. Проверяем легальность деревьев. 0. 0,16. Эти новогодние красавицы приехали из Кодемы. В скором времени елочные базары появятся и в спальных районах Одессы. Тем временем горожан призывают отслеживать нелегальные торговые точки и о нарушениях сразу же сообщать в полицию. Светлана Довжук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Главная елка Одессы, разумеется, легальная ее установили традиционно на Думской площади рядом со зданием мэрии. Каркасы хвоя праздничной конструкции остаются неизменными уже несколько лет, но ежегодно к ней добавляют обновленные украшения. В этом году елка также порадует новыми игрушками и огнями. Одесса готовится встречать новый 2020 год. Подготовка к празднию идет полным ходом. По традиции на Думской площади в преддверии дня Святого Николая установили главную елку города. Ее высота составляет более 20 метров с верхушкой, в ширину примерно 9 метров. Собирали зеленую красавицу из металлического каркаса и искусственной хвои. Полюбоваться главной новогодней елкой города можно будет уже 19 декабря, когда примерно 100 тысяч светодиодов засветятся тремя основными цветами. Зеленым, синим и золотистым. Одесские спортсмены продолжают покорять чемпионаты Украины, Европы и мира. Очередные медали одесситы привезли с турниров по плаванию, чирлидингу, кроссфиту и бодибилдингу. Секрет успеха, по словам самих победителей, кроется в комплексной подготовке. Именно дополнительная работа с тренерами других видов спорта помогает стать сильнее. О секретах спортивных достижений в сюжете Дмитрия Богомолова. Чтобы добавить силу, гибкость, ловкость и выносливость. С пловцами в клубе «Форма» дополнительно работают наставники по гимнастике и кроссфиту. Результаты не заставили себя ждать. На чемпионате Украины среди юношей и девушек в Днепре два золота на спине. В дистанциях 100 и 200 метров выиграла Екатерина Караниколова. До этого она также успешно выступила на международном турнире в Беларуси и привезла две бронзы. Два года назад, когда я еще не участвовала в чемпионатах Украины, тренер моя Нина посмотрела, что мои результаты ближе к призам именно на этом стиле, на спине. Поэтому решили плавать, что я буду плавать на этом стиле. И вот на дистанции 200 на спине мне удалось выиграть за счет своих выходов. Это подводная часть. Мне немножко не хватило уже на последних 25 метрах. Меня уже начала девочка нагонять, Елизавета Щербакова, тажем. Но все-таки мне удалось выиграть касание. А на дистанции 100 на спине я тоже смогла выиграть за счет выходов. Первым мастером спорта всей системы высшая лига стал Денис Захарченко. На чемпионате Украины он стал четвертым в 100 метровке бутерфляем и пятым на 50 метрах дельфином. В целом турнир прошел хорошо. Моя дистанция, на которую выполнил мастера спорта, была во второй день из трех. Первый день я показал достаточно хороший результат на 50 метров вольным стиле. И уже примерно понял, что у меня есть шансы, чтобы взять мастера спорта. И честно, я сам не ожидал от себя, что я смогу выполнить этот мотив. Но я был уверен. Спасибо большое Нине и всем тренерам, которые помогали мне добиться этого результата. В комплекс подготовки ребят входит три раза в неделю занятия по общей физической и функциональной подготовке с тренером по хроссфиту Дмитрием Миху. Один раз в неделю тренировка, которая называется пилаты с Барановой Татьяной. Туда входит и растяжка, и стабилизация тела. Один раз в неделю с тренером по художественной гимнастике. Да, мы растягиваемся как гимнасты. У Дениса восемь раз в неделю плавания, а у Кати только пять раз в неделю плавания. Система подготовки и тренировочный процесс спортсменов стали нововведением в клубе. С ними дополнительно занимается сертифицированный тренер по хроссфиту первого уровня и выступающий атлет Си Энерджи Дмитрий Миху. В этом году он стал призером на престижных соревнованиях в Болгарии и Греции, а также победил сильных соперников в Израиле. Хроссфит сам по себе это тренировка, которая включает в себя функциональные движения. Мы развиваем разные физические качества человека. Главное это повысить работоспособность в любых движениях. Вот я сейчас готовил пару ребят пловцов, которые заняли призовые места на чемпионате Украины, стали мастерами спорта. Моя задача была от их главного тренера по плаванию это повысить работоспособность. Что я и постарался сделать в их диапазон времени. Подтягивают пластику пловцам и тренеры по чирлидингу. В этом виде спорта один из самых массовых клубов в области, которые представляют пять команд, признали лучшим в стране. Команды «Даймонд», «Голстар» и «Вок» успешно выступили на чемпионате Украины, а самые младшие привезли медали из Греции. В Греции это наш последний старт, к которому мы вернулись буквально два дня назад. У нас ездили впервые наши самые маленькие дети. Это дети фитнес-клуба «Форма». Исключительно эти дети не в составе сборной, а самостоятельно поехали впервые на такой серьезный старт. Они участвовали в категории «Дети до 10 лет». Они принимали участие в четырех номинациях. Это команда «Помпон», команда «Джаз», дуэт «Пом» и дуэт «Джаз». В двух номинациях командных мы взяли абсолютно первое место. Безусловные победители. В дуэте, в «Джазе» они были первые, в «Помпоне» были вторые. Кроме того, отметим результаты бодибилдеров, которые параллельно выступают и тренируют. Владимир Багаев выиграл Евро по классике, а Дмитрий Марченко стал чемпионом страны. Начался сезон так не сильно. То есть в чемпионате Харькова стал третьим, на чемпионате Украины тоже третьим. Сделал форму лучше и выиграл чемпионат Европы. Условия это очень важные. Условия должны быть максимально удобные. Для этого нужно хорошее оборудование и у нас это все есть. В данном случае мне повезло с клубом, который меня поддерживал. По достижениям это абсолютный победитель чемпионата области, то есть Кубка Южного региона. Чемпион Украины по бодибилдингу в категории до 90 кг в этом же году. И мы поехали на чемпионат мира, в котором я вошел в топ-10 и занял 9 место на чемпионате мира. Тренируюсь я на базе тренажерного зала «Затерянный мир». Очень доволен оборудованием, которое есть. То есть есть вся линейка тренажеров, есть все условия для подготовки как на чемпионаты страны, так и для спортсменов, которые готовятся на чемпионаты мира. Еще одна представительница и тренер формы Анжелика Тирлюга в этом году была признана лучшей каратисткой в истории в категории до 55 кг. Сейчас она возглавляет всемирный рейтинг ВКФ и является одной из главных фавориток в борьбе за олимпийскую лицензию. В этом сезоне на семи этапах премьер-лиги трехкратная чемпионка Европы взяла пять золотых и одну бронзовую медаль. А на четырех этапах серии А – золото, серебро и бронзу. К Олимпиаде ей предстоит преодолеть еще шесть этапов. Дмитрий Богомолов, Феликс Виноградов, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого.